Слава Всевышнему! Мы спасены! Господи, ты больной, чувак! Всем привет, ребят! С вами Алексей24, и сегодня мы будем продолжать проходить игру Корсары каждому своё Корсары Карибен Легенд. Ребята, честно говоря, по поводу прохождения я, наверное, слишком рано сказал именно о слове прохождения. Я задумался даже, что сказать, ребята. Что же я хочу этим просто подчеркнуть, ребята? То, что мы сегодня будем не совсем играть по сюжету. Нет, этот сюжет новый, это Карибен. Вот, ребят, вот сегодняшняя серия, давайте так, она будет называться Карибен Легенд. Называться имеется в виду между нами, не сама серия. Почему именно Карибен Легенд? Ну, во-первых, ребят, я специально начал видео с этой локации. Это не просто так. Во-первых, она очень красивая, ребята. Мост, пещера, скалы. Мы на острове Исламона. Ребята, внимание, остров Исламона. Если вы забыли, то это наш новый остров База, который Шарль решил себе прикарманить. Это было сделано у нас в сюжете серии «Сокровище свободного ярла», ребята. Это остров Вульфика. Вульфик, Вульф, я не знаю, там как его зовут, но примерно как-то так. Смотрите, какая красивая природа, ребята. Ну, это же просто красотища. Ну, вы посмотрите. Я не знаю, мне нравится цвет вот этого моря. Мне нравится вот этот висящий мост. Ребята, ну, по-настоящему красиво. Давайте хоть где-то Blackwork Studio просто будем хвалить. Ну, реально, классно. Ребят, мы здесь собрались не просто так, я вам скажу. Мы будем проходить новый квест, который сделала Blackwork Studio. Именно та фишка «Карибан Легенд». Та самая легендарная фишка. А это постройка собственного поселения. Да-да, ребята, вы не ослышались. Будет постройка собственного поселения. Я, честно говоря, вообще не представляю, как строить это своё поселение. Но, ребята, мы будем сегодня в этом разбираться. Как вы уже видите, вон там припаркован у меня корабль. Он не похож ни на Альбатрос, ни на Алькмар, и ни на какой-либо фрегат, который ходил под моих скадрами, ребята. Об этом, конечно, потом. Те ребята, которые смотрели предыдущую серию, наверное, знают, что это за корабль, возможно, у меня остался. Ребята, предыдущий квест был Корида. Естественно, превью я ещё не сделал, поэтому рекламировать не могу. Давайте так. Перед началом нашей серии я ещё раз всех вас попрошу подписаться, ребята, естественно, на мой канал, поставить лайки. И, конечно же, ребята, просто, пожалуйста, спуститесь вниз под это видео. А под этим видео вы найдёте все интересующие вас ссылки. А может, неинтересующие. Но самое главное, ссылка на донат, ссылка на прохождение Карибан Легенд. Полностью есть плейлист. Ну и, конечно же, мои каналы, ребята, на которые стоит всё-таки подписаться. Я прям не устану об этом повторять. Если на Ютубе вы не можете смотреть или нет возможности Корсары, каждому своё Карибан Легенд, хотя сегодня Карибан Легенд, почему говорю про Ютуб, ребята, я изначально проект этот начинал на Ютубе, поэтому для меня роднее Ютуб. Но всё же, если вы даже не на Ютубе это смотрите, у меня есть ещё несколько каналов, где вы можете подписаться и не потерять свежий выход Корсаров. Ребята, планы такие. Сейчас дописываем полностью Корсара Карибан Легенд от и до, прямо до последней логической серии. Всё, ставим точку. И в Корсары больше возвращаться не буду. Ребят, ну извините, но 4 года играть в Корсары, ну ёлы-палы. Конкретно Карибан Легенд у меня с февраля месяца, с 24-го года. Сейчас сентябрь. Ну год играть в одну игру, но может быть это для кого-то нормально, но для меня это немножечко, ребята, уже ненормально. Ребят, не забывайте, пожалуйста, вступать в группу ВКонтакте. Ссылка также будет в описании под видео. В ВКонтакте группа, там наши новости, фоточки, там картиночки иногда я выкладываю. Ну а также, ребята, ВК-видео, там вы можете смотреть Корсары каждому своё Карибан Легенд. Ну, ребят, конечно же, комментарии. Только комментарии жду от вас и ничего более. Я украл у вас 5 минут вашего времени, ребята, надеюсь, вы меня простите, но без этого никак. Давайте начинать наш квест. Как вы видите, я ещё раз повторюсь, я на острове Исламона, на том самом острове, который достался мне от Бульбрика. То есть это мой трофей. На этот остров уже перевезена некая девушка, ребята. Она будет присматривать за домом Шарля Д'Амора. И вот он, ребята, наш остров. Давайте просто медленно побегу, чтобы более-менее была картинка видна. Это наше поселение, ребята. Это наше поселение. Блин, мне вот это прикалывает. Но это реально, это же надо было нарисовать. Серьёзно, это же прикольно, это классно. Давайте поздороваемся с нашей девушкой. Я вам покажу, для чего она вообще нужна в этой игре. Девушка, привет. Надо вас видеть, сеньор капитан. Как ваши дела? Проклятие! Все семьдесят... Все семьдесят пять не вернулось домой. Они потонули в пучине морской. У Чарли принца всё отлично, крошка. Малышка, как насчёт того, чтобы побаловать своего капитана? Для вас всё что угодно, сеньор. Кошки к борту! То есть, Шарли здесь себя показывает таким мерзавцем. Таким вот плохим мальчиком, скажем так. И как вам объяснить? Я не знаю, это будет только сейчас или нет. Очень рада вас видеть, сеньор капитан. Сеньор, вы просто маква вошедник. Надеюсь, вы останетесь довольны. Я старалась. Ты была на высоте, крошка. Ты была на высоте. А когда же ты будешь уже внизу? Это вопрос. Ладно, надеюсь, не все поняли. Так, ладно. Выходим на улицу, ребята. Естественно, Шарли не просто так приплыл к себе. У него есть девушка, которая следит за его вот этим скромным домом. Убирается там. Ну и Шарли, естественно, и за это платит. Вы видели сами чем. Ладно, это всё приколы, это всё шутки-прибаутки, ребята. Но всё-таки, как же нам построить здесь свою колонию? Я очень долго задавался этим вопросом, но потом я нашёл ответ. Ребята, не буду затягивать. Погнали. Значит так, в первую очередь нам надо найти Радгара и поговорить с ним. Будут какие-то задания, Кэп. Ребята, если вы смотрели 32 серию Корида, то вы, наверное, в середине ролика видели то, что я сказал, что мне пришлось переиграть игру для того, чтобы прийти на одном корабле и атаковать Тореро, ребята. Это такая отсылочка. Надеюсь, я вставлю это сюда, если не забуду. Но если я забыл, то слушайте, я переиграл игру настолько, что я с Радгаром даже не разговаривал специально для того, чтобы записать именно этот ролик, который сейчас записывается. Итак, ребята, внимание, ну, это диалог по-новому. У меня, конечно, до этого он был записан, но мы его повторяем. Будут какие-то задания, Кэп. Радгар, как ты думаешь, мы можем ещё что-нибудь сделать с этой базой? Внимание, ребята, внимание! Когда начинается этот диалог, это начало квеста, начало квеста, я не помню, как он называется, короче, квеста постройки колонии. Сложно сказать, Кэп, покойный Вульфрик никогда не оставлял тут больше двух десятков людей. Сейчас нас тут всего трое, не считая вашей женщины. Мы мало что можем сделать. Ты хочешь сказать, что если бы тут проживало больше людей, то вы могли бы превратить это место в полноценное поселение? Островок небольшой, ну, что колонию на нём не построить, а вот посёлок вполне. Можно ловить рыбу, охотиться на птиц и козлов, собирать фрукты. Сами себя прокормим, но не разбогатеем. Только вот одно не... Только вот одно не очень мне понятно, Кэп. Вам это-то зачем? А давайте так. Как-то островок находится в самом центре этого региона, было бы разумно сделать из него полноценную и тайную военную базу. Странный вы человек, ну да ладно, будет хоть чем заняться. Первым делом вам придётся найти очень особенных людей, таких, которых можно было бы убедить переехать в эту глушь, да, бы жить и работать в ней годами. В полной изоляции от большого мира. Вот таких особенных людей придётся искать, дай бог, чтобы не по одному. Вы же не можете приказать своему экипажу жить здесь, по крайней мере, пока не сможете. Точнее, пока вы это не можете. Жители колонии не захотят бросать уже обжитый дом и стабильную работу, а работяги и прочие маргиналы нам и самим тут не нужны. Да и вопрос секретности этого островка будет всегда иметь место. Расскажите кому, сразу найдутся охотники, заклинуть на огонёк. Понимаю, есть предложения? Нет, капитан, я слишком долго проторчал здесь и совсем отстал от жизни. Помог так помог, я работаю с деревом, а не с людьми. И очень рад этому, ха-ха. Кстати, помимо людей, вам будет необходимо привезти сюда набор высококачественных инструментов для ковки и строительства. Производят их только старушки Европе, так что обойдутся они вам в круглую сумму. Поспрашивайте, хозяев верфей, тех, что покрупнее. Всё ясно. Подведём итоги. Если я захочу сделать из этой базы нечто большее, то мне нужно привезти сюда поселенцев и инструменты. Так точно. Посмотрю, что можно сделать. И, ребята, повторно читаем журнал. Место, что домом зовётся. Взбрела мне в голову безумная идея сделать из моей исламона нечто большее, чем пускай на пиратское гнездо в самом центре Кариб. Человек многих талантов, мой бессменный губернатор Радгар имею идею не оценил. Но хоть подсказал, что надо делать. Первым шагом будет найти высококачественные инструменты и особенных поселенцев. С инструментами всё понятно. Поговорю с мастерами верфей. А вот поселенцы. Никто в здравом уме не поедет строить непонятно что, непонятно где, непонятно по чьим флагам. Да ещё и в полной тайне без права вернуться в целевизацию в ближайшие годы. Не рабов же мне сюда привозить. Начну пока с инструментов. А там видно будет, в сроках я никак не ограничен. А может, ну его. В принципе, можно забить, ребята. И на этом квест будет закончен. Ладно. Естественно, я предлагаю убегать с этого острова, ребята. Надо либо искать поселенцев, либо идти за инструментами. За инструментами только на самой главной верфи, которая есть. Сейчас я об этом чуть позже. Насчёт поселенцев, ребята, нам нужна одна из таверн. Но давайте об этом чуть позже. Ребята, прибыли в порт-роял, получается, для того, чтобы сходить к верфисту. Мы ищем сейчас инструменты для постройки нашего поселения. Итак, ребят, в первую очередь надо зайти на верфь. Как я уже говорил, на каждую верфь обегать необязательно. Есть несколько крупных городов, крупных верфей, которые вообще мне могут помочь. Какие крупные верфи я знаю? Это Ямайка, порт-роял, Вильямсдад, Капстервиль и, по-моему, Гавана, если я не ошибаюсь. Но Гавана, она испанская. Я надеюсь, мне повезёт, мне туда не надо. Нашим верфям завидуют все конкуренты. Я хочу купить набор инструментов для строительства, ковки и измерения европейского качества. Поможешь? Ничем помочь не могу. А жаль. Блин, чёрт. Ладно, погнали на другую верфь. Ну вот, ребята, теперь у нас Кюросау, Вильямсдад. Давайте поговорим. Счёт корабля, это ко мне. Я хочу купить набор инструментов для строительства, ковки и измерения европейского качества. Поможешь? Ничем помочь не могу. Да ты... Блин, чёрт. Капстервиль. Поселение Капстервиль. Давайте поговорим с этим верфистом. Может, ты мне поможешь, блин, а? Прочная древесина, крепкие канаты и быстрые паруса. А корпус моих кораблей сломает ядро любой фрегат. Допустим. А что, что-то строите? Нет, выполняю очень особенный фраг для управляющего плантации. Понятно, надеюсь, этот управляющий достаточно вас обеспечил, поскольку я возьму за такой набор очень-очень дорого. Вам очень повезло, что недавно был завоз из Метрополии. Сколько? Одна тысяча золотых дублонов. Да ты перегрелся, я смотрю. Ладно, я согласен. Это слишком много. Сомневаюсь, что найдётся ещё такой покупатель на весь набор. Часть распродаж, часть сопрут местные бродяги. Как насчёт скидки? Ладно, отнимем соточку. 900. Ниже не скину и не проси. Может, скинешь ещё, как оптовику? А я у тебя потом и ремонт с покраской закажу, и носовую фигуру самую сочную. Да хоть живую бабу тогда закажи. 900. Ладно, ладно, согласен. Итак, с тебя 900 дублонов. У меня с собой только 99 дублонов. Держи. А я пошёл по ростовщикам побираться. Не дави на жалость. У тебя рундук в каюте ломится от золота, небось. С тебя ещё 801 дублон. Ребята, слушай, а я могу так вот тебе заплатить? Инструменты. Жди, сейчас понятно. Короче, эта фишка не работает, что типа из корабля дублоны передаются. Сейчас закупим у ростовщика дублоны, чтобы меньше с корабля брать. Хорошо, что это как уголонадёжный склад. Так, подожди. Ух ты, парадная кираса почти за 100 тысяч продаётся. Хотя я её за 30 тысяч покупал-то, помню. У какого-то лавочника. 126 дублонов, ребята. Но это мало, это мало. Но мне надо хоть как-то сумму скостить. Я принёс дублоны. У меня есть с собой 126 дублонов. Держи это. А я пошёл по ростовщикам подбираться. Не дави на жалость. У тебя рундук в каюте ломится от золота, небось. С тебя ещё 675 дублонов. Да сейчас принесу, блин, успокойся. Я сносился по-быстрому на корабле, ребята. Я принёс дублоны для набора инструментов для строительства. У меня 628 дублонов. Держи это. А я пошёл по ростовщикам подбираться. Блин, ещё 47 дублонов. Ё-моё. А можно день как-то пропустить и к ростовщику сходить? Потому что это что-то как-то вообще ненормально. У нас наступил следующий день. Я опять у верфиста. Я купил у ростовщика немного дублонов. Я принёс дублоны. Итак, с тебя 47 дублонов. Держи. Последнее даю. Больше ни гроша не осталось. Отлично. Вся сумма на месте. Инструменты будут доставлены на твой корабль. Это несколько тяжёлых ящиков. Спасибо. Я рад, что в капстервилле оказались эти инструменты. Давайте посмотрим, как же выглядят эти инструменты. А то приехали не зная зачем и не зная для чего. Итак, ребята. А самих вот этих инструментов в трюме как бы я не наблюдаю. Вообще, от слова совсем. А если в моём снаряжении, ребята? Ну, в моём снаряжении... А вот, набор инструментов. Но они почему-то у Шарля находятся, ребят. Инструменты высокого класса для постройки кораблей и домов произведены в Европе. Ну, отлично. Это отлично, ребята. Так. А слушайте, а давайте в церковь пройдём. Сейчас я заплачу батюшке. Батюшке, знаете для чего? Мне репутацию надо как-то очистить. Здравствуйте, святой отец. Я прибыл по делу, падра. Я нуждаюсь... У меня один вопрос. Нет, нету. Здравствуйте, святой отец. Пожертвовать на благое дело. 5 тысяч песо. Мне надо поговорить с вами, святой отец. Мне нужно пожертвовать на благое дело. Ещё 5 тысяч песо. От лица церкви благодарю вас. Извините, мне пора. Ну, знаете, надо репутацию как-то очищать, потому что это ненормально. Я до этого был известный пират. Сейчас обыкновенный пират. От меня вся команда сбежит просто, понимаете? Вот что плохо. Спускаем паруса, ребята. Двигаем вперёд. Это корабль, кстати, я так и не сказал. Он из предыдущего квеста. Это тот самый испанский галеон, который был гружён из золотом. У него, да, очень много пушек. Да, он тяжёлый. Но я думаю, он мне пригодится в будущем. Ладно, ребята. На Исламону отдадим инструменты. Ну вот, наконец-то, мы на нашем острове, на нашей базе. Вот так вот быстренько очень переместились. Мне нужен Радгар, ребята. И мне, я думаю, надо с ним побеседовать. Но я забыл сохраниться, ребята. Сейчас сохраняемся и далее. Так, всё отлично. Радгар, здорово. Будут какие-то задания, Кэп? Будут какие-то задания, Кэп Радгар. Я придёт с инструмента. Их уже должны были перенести к тебе. Так точно, Кэп? Первоклассный набор. Хоть колонию строй. Дорого обошёлся? Куча золота. И лучше бы он её... Лучше бы он её стоил. Так, пару лет назад сказал бы, что очень. А сейчас даже не знаю. Давайте так. Провернёмся немножко, получается. Вот не сиделось вам на месте. В любом случае, готовьтесь к тому, что ваши траты только возрастут. Вы решили вопрос с поселенцами? Нет, Радгар. Пока ума не приложу, где их искать. У меня нет же каких коронных прав на основании поселений в этих водах. В этих водах Кэп Бардак творится каждый день. Прислушивайтесь к тому, о чём люди говорят. Возможно, углядите свой шаг. Я пока займусь инструментами. Хорошо, буду держать уши открытыми. Я отдал инструменты, ребята, у нас в записи в своём журнале. Похоже, только увидев инструменты, Радгар окончательно поверил в серьёзность моих намерений. Теперь надо найти колонистов. Легко сказать. Да, легко, ребят. Я предлагаю сейчас плыть в самую ближайшую колонию. Это Порто Пренс. И уже там начать что-либо делать. Отправляемся в путь. Прибыли на Эспаньолу поселение Порто Пренс. Для чего мы вообще сюда припёрлись, ребята? А здесь есть такое очень уютное заведение. Называется Таверна, ребята. И там, возможно, можно узнать некие слухи и сплетни, которые гуляют по архипелагу. Цыганочка, подожди. Пошли, капитан, куда спешить? Блин. Чё? Нифига себе, меня из игры почти выкинуло. Так, ладно, ребят. Заходим в Таверну. Естественно, сохраняемся предварительно. Потому что у меня, я уже, наверное, ребята, объяснял. Из-за вот этого теракса, из-за под чёрным флагом весёлого Роджера. У меня есть кое-какие недочёты с репутацией. Итак, обыкновенный пират. И вот он мой авторитет, ребята. Я не хочу быть обыкновенным пиратом, поэтому сейчас зайдём в церковь, внесём преподношение, а потом только зайдём в Таверну. Ну вот, Таверна, ребята, от меня будет уходить сейчас офицер. Лучше с ним. Это, кстати, канонир мой. Что самое фиговое, я буду играть теперь без канонира. Ничего нового наймём. Так, ну мы ему деньги даём. Он мне, типа, возьми у меня чё-нибудь. Всё, я у него пистолет забрал, пускай дует на все четыре стороны. Ребят, срочно нужен офицер. Ни у кого нет знакомого канонира. Всё из-за моей репутации, ребята. Из-за репутации. Значит так, сейчас здесь сохраняемся, ребят, и пробуем поговорить с тобой. Надеюсь, ты можешь ответить мне на пару вопросов. А как жизнь течёт по суше, я готов рассказать тебе, что знаю, но не бесплатно. Я заплачу, но если ты мне расскажешь что-то важное. Говорят, о каких-то преступников высадили на одном из необитаемых обстровов. Вроде как настолько лютое чудовище, что даже ни палач, ни святые отцы связываться с ними не стали. Но почему же таких всегда везут к нам? Хм, как интересно. А может найти и взять их в команду? Мне всегда нужны отчаянные работяги. Что же ты повлинил? Шучу, шучу, ты заслужил свои деньги, держи. А больше ничего примечательного не знаешь? Больше мне нечего добавить. А теперь прошу меня извинить, меня дела ждут. Хорошо, приятель. Так, ребят, а вот теперь у нас появилась запись в судовом журнале. По слухам, на необитаемый остров высадили группу людей. Надо попробовать разыскать их. Может они пригодятся мне в мои задумки? А нет, пусть заплатят за своё взволение. Ну, ребят, я уже знаю, уже владею информацией о такой. Здесь в игре два необитаемых острова. Это Теркс и, блин, я забыл, как второй называется. А второй остров, это, ребята, Кайман. Ну, мы, естественно... Игра пошла не во плану. В общем, так, ребят, вот остров Теркс, на который я планирую прийти и искать этих поселентов. Где их искать, я не знаю, но давайте начнём с залива Южного, если что. Да просто, короче, надо изучить, изучить этот остров, ребята. Доплыть с залив Южный, ребята. Но мне кажется, почему-то надо на северный идти. Но я хочу с юга начать. Давайте сейчас пройдёмся и посмотрим, может быть, здесь кто-то есть. Так, кто-то бежит, ребят, естественно, сохраняемся, и потом делаем все диалоги. Слава Всевышнему! Мы спасены! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Господи, ты больной, чувак. Ха-ха-ха, сеньор! Есу креститто! Слава Сантьяго покровителю! Слава Богородице! Мы спасены! Ха-ха-ха! Испанцы, к оружию! А-ха-ха-ха-ха! Ладно, ладно, успокойтесь, это я по привычке. Ха-ха, сеньор, меня зовут Родриго Хименес. Я землемер. И воле судьбой Эл Джеффи этих несчастных людей. Блин, я тебя не понимаю, чувак. И как же вас угораздило застрять здесь? Нас высадили здесь, но, сеньор, мы не преступники. Ха-ха-ха-ха-ха! А что смешного? Простите, сеньор, это... Это всё мой недуг с малых лет. Я смеюсь, если сильно волнуюсь. Ха! И вас избрали лидером? Ладно, на необитаемые острова просто так не высаживают, милейшие. Можете объяснить? Даю вам только одну попытку. Извините, боюсь, что не расслышал вашего имени, сеньор. Вы англичанин, француз. Это так важно? А имя моё пока давайте не будем трогать. Видите ли, именем католической испанской церкви мы признаны еретиками и должны предать предсправедливым священным судом, священной инквизиции. Это, наверное, отца Винсентес, не ошибаюсь. Именно поэтому ваша национальность так важна для нас. Испанский капитан был бы обязан сдать нас местным властям. Снова бы мы такой не пережили. Ха-ха! Да уж, к счастью для вас, для инквизиции... Дела инквизиции меня пока ещё не волнуют. И что же, вы язычники? Нет, клянусь вам, наша община 50 лет занимается ремёслами и торговлей в славном Кадисе. Всё шло успешно. Мы даже приобрели корабли и лицензию на торговлю с колониями нашей империи. Только я понимаю, что тогда мы перешли некую черту и были совершенно не готовы к нашим новым конкурентам и к их методам. Вы с кем-то не поделили коммерцию в Европе? И как итог всей общины... Ну, как итог вы застряли на необитаемом острове на Карибах? А я-то думал, у меня проблемы в жизни. К несчастью, всё не так. Наша община была основана иудеями, принявшими новую веру, и получившие за это возможность вернуться домой в Испанию. Этой давней истории хватило для обвинения и официального разбирательства. И вы бежали? Да, ха-ха-ха, на своём же корабле мы шли в Кюросау строить новый дом и новое дело. Однако мы недооценили настойчивость инквизиции и жёстко поплатились за это. Их курьер перехватил нас недалеко отсюда и передал капитану ордер с приказом вернуть нас домой. Дальше больше, ха-ха, наш капитан не захотел ни тащиться с нами обратно через Атлантику, ни отпускать нас под свою ответственность в ближайшем порту. И приняв по-настоящему соломоновое решение, дал нам еды и высадил здесь. И был таков. Трагическая история, ничего не скажешь. Подытожим. Домой вам нельзя. В дружественных колониях вас найдут, а иностранные порты тоже вам не будут рады. В этом краю война не прекращается. Какие планы? Вы нарисовали настолько мрачную картину, сеньор, что я уже не знаю. Можно подумать, что для нас нет лучше места, чем этот остров. Я думаю, это не так. Есть остров и получше. В самом деле, он испанский, он мой. Воле судьбы мне досталось в собственность бывшее пиратское логово на необитаемом острове. Теперь это моя база, я хочу расширить её и исследовать остров, и если выйдет, построить там факторию. Вы пират? Нет. Жаль. Раз уж я уже присупник, хотелось бы увидеть хоть одного пирата. Вам ещё представится такая великая возможность. Давайте в другой раз это обсудим. Я ищу людей, трудолюбивых, способных людей, готовых несколько лет проживать далеко от цивилизации. Вам такое было бы интересно? У нас нет выхода, но это и правда неплохой вариант. Мы примем его, если вы дадите нам жить и трудиться в мире, и обязуетесь однажды отправить нас домой. Дайте слово, сеньор, и назовите своё имя. Я, капитан Шарль Д'Мор, даю вам слово. Сколько вас? Ха-ха, мы спасены. Так тому и быть. Нас несколько семей, около 30 человек. Все грамотные, обученные ремеслу и коммерции. Вот так судьба распорядилась. Я прошу на борт. Зашибись. Эй, ребята. На борт это вон туда. Отлично. С первого раза не понимают, ребятки. Так, ну, я теперь предлагаю прочитать судовой журнал, ребята. Я спас группу испанских беглецов от чертовски незавидной участи. Мне кажется, что они пока не осознали всю иронию происходящего. С одного необитаемого острова их просто перевозят на другой. В любом случае, выбора у меня нет. И у них, кстати, тоже. Мне нужны колонисты, а им некуда податься. Надеюсь, из этого странного союза выйдет что-то путное. Ну, ребят, что могу сказать? Отправляемся на Исламону. На наш маленький остров. Вот мы и прибыли на наш любимый маленький остров. Давайте сейчас вообще узнаем, с кем можно подговорить. Мне кажется, почему-то надо с Радгаром, наверное, поговорить. Я не знаю. Давайте попробуем. Я просто не знаю, что дальше вообще по игре делать. Но первое, что надо сделать, это, во-первых, дойти до нашего поселения. И, конечно же, ребята, сохраниться. Так, это кто? Ну, вот этот чел, походу, будет главным среди переселенцев. Так, ну что, давайте придем в нашу деревню и тут уже начнем разговоры разговаривать. Знакомьтесь, это Родригио Хименес, лидер небольшой, но очень трудолюбивой общины. Из Кадиса. Синьор Хименес любезно согласился временно обосноваться на нашей земле и помочь нам со строительством. Испанцы? Вы этого даете, Кэп. Я думал, вы приведете бездельников из Ле-Франсуа, но никак не... У вас замечательный остров, сеньор капитан. Ха-ха! Скоро вы его не узнаете. В хорошем смысле слова. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Рад с вами познакомиться, сеньор Радгар. Похоже, нам предстоит жить и трудиться вместе долгое время. Боже, как вы выдерживаете эту жару? Будут какие-то задания, Кэп? А взаимно, сеньор, из Европы? Хе-хе, заметно. Ничего, привыкните. Хименес, пока поживите у меня в доме. Там есть еще подвал есть, места хватит. Радгар, инструменты я привез. Поселенцев тоже. Что дальше? У вас замечательный остров, сеньор капитан. Ха-ха! Скоро вы его не узнаете. В хорошем смысле слова. Если позволите, я встряну, сеньор капитан. Давай дайте нам день на заселение и бегло осмотр инвентаря и земли. Я уверен, у сеньора Радгара тоже есть немало идей о том, что сделать с этим кулачком суши. Думаю, мы сработаемся. А у вас выбора нет, Хименес? Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Будут какие-то задания, Кэп? До завтра, капитан. Поговорим через сутки, когда эти поселенцы разместятся со своим скарбом. Хорошо, завтра продолжим. Надо подождать, как я понял. Познакомил Радгара с Хименесом, лидером беженцев. Через сутки мне стоит повидаться с ними, послушать предложение по застройке поселка. Ну, а стоп, погодите, а как мне сутки-то мотать? У меня мысли вслух... А, вот они, есть. Не мешало бы отдохнуть, ребята, не мешало бы отдохнуть 24 часа. Прошли одни сутки, но было бы круто. О, видите, у меня уже какие-то граждане тут ходят, видите, уже нарядились во что-то. Не, это прикольно, когда люди живут в колонии, ребята уже как-то, уже поинтересней. Так, мне Радгар нужен. Он всегда из чащи леса почему-то выходит. А ты что, не переоделся, что ли? Эй, алло. Стой. Подожди, куда-то... Будут какие-то задания, Кэп? Радгар, как дела? Есть умные мысли. Да, капитан, поговорите с испанцем. Он уже весь в работе. Что-то не так? Капитан, я тут несколько лет бездельничал с ребятами. Теперь же кипучая деятельность Кастильца с непривычки действует мне на нервы. Никаких конфликтов. И я запрещаю тебе и твоим парням даже смотреть в сторону их женщин. По крайней мере, пока. Если накатит, то бери ялик и уходи. Рыбачить на пару дней. Так точно. Вот и отлично. Ладно, пойду поищу его. То есть Шарль настоятельно запретил вообще в какие-то конфликты, чтобы те выходили. О, стоп, иди сюда. У вас замечательный остров, сеньор, капитан. Да, капитан. Скоро вы его не узнаете. Хемерас, порадуешь меня? Как впечатление? Капитан, это кошмар. Ваш дом, конечно, неплох, но в остальном в этих лачугах жить невозможно. Кругом заросли, а сеньор Радгард даже не знает, что происходит на другом конце острова. Невероятно. Ха-ха. Ты волнуешься сейчас? Или тебе правда смешно? Конечно же смешно. Чем они тут занимались все эти годы? Первым делом нам необходимо достроить пару домов и подправить эти лачуги до приемлемого состояния. Людям надо достойно жить, чтобы усердно работать. Еще я попрошу пиратов провести полную разведку острова. Возможно, это место богато не только скалами и песком. Когда все будет сделано, я смогу точно сказать, что вам делать с этой землей. Звучит разумно. Что от меня требуется? Материал для домов, мебели и временных укрытий. Я все подсчитал. Вот возьмите список. Впечатляет. Разве? Сеньор, мы строили соборы. Вот там я вам скажу. Охотно верю. Только непростой мне тут случайно собор. Мне каждый раз придется таскать сюда столько материалов. Нет, эти материалы обеспечат нас надолго. Но кое-что все равно придется потом подвозить. Если хотите попробовать избежать подобных хлопот в будущем, привезите в два раза больше материалов. Ладно, убедил. Я посмотрю, что можно сделать. А как-то я ограничен в сроках? Нет, сеньор. Но я очень прошу вас не затягивать. Это та работа, без которой ничего не сдвинется. И жить людям тоже где-то надо. Материалы загружайте на склад и не забудьте сообщить мне, как все будет готово. Чуть не забыл же. Поговорите с сеньором Радгаром насчет разведки острова. Хорошо, договорились. Блин, нужна разведка острова. Ребят, тут смотрите, в чем прикол. Место, что домом зовется, Хименос явно знает свое дело и взялся за строительство со всем рвением. С другой стороны, ему же здесь и жизнь, поэтому я и не удивляюсь, когда он предложил сначала привезти поселок в более цивилизационный вид и перестроить лачуги в нормальные дома. Список необходимых товаров впечатляет, и я думаю, будет в дальнейшем только шириться. Товары надо будет сгружать на склад заранее. Пойду пообщаюсь с Радгаром. Он должен тщательно разведать остров. Оказывается, мы ничего не знаем об Исламоне. Вот и я о том же. Кстати, а что купить-то надо, я не понял. Журнал, документы, Исламона, строительство. Для укрепления, облагораживания и постройки новых домов нужно 1000 досок, ребята. 500 кирпичей, 200 связок кожи, 300 парусин. Сейчас, скорее всего, торговый корабль возьмем, чтобы все это закупить объемами. 200 связок кожи, 300 парусин, 50 бочонков, смол. Ребят, внимание, смолы. Смолы можно купить у офицера испанского. Цена чахотки. Был квест такой, если не ошибаетесь. Точнее, если я не ошибаюсь, то это так. 200 комплектов одежды. Срок строительства 6 месяцев. То есть, как только я это доставлю, через полгода у меня что-то тут построится. То есть, надо не затягивать. Будут какие-то задания, Кэп. Аратгар, есть для тебя дело. А, я уже знаю, Кэп. Кастилец хочет, чтобы мы разведали остров, прыгали по скалам и возили с картой. Ты все правильно понял, Аратгар. 600 дублонов. Тебя что, пауки местные покусали? Зачем тебе сундук золота на обитаемом острове? Зарыть решил? Да ладно, Кэп, однажды же мы покинем это место. А кому мы будем нужны в большом мире без твердой монеты? Конечно, кое-что у нас уже припрятано. Но уж как-то совсем не густо. Вульфрик же так и не рассчитался со мной и с парнями за свои последние походы. Однако, дело греть кости на пляже месяцами раз в полгода, обслуживать ваш флот, а вот каждый день вкалывать на твердой земле, как вышивый буконьер. В общем так, я выбираю, звучит разумно, будет вам 600 дублонов, рассчитывать на то, что вы будете работать авансом не стоит, верно? Кэп, я готов и сейчас начать, но вот мои подручные будут работать куда усерднее, когда увидят дублонов в своих руках. Обещаю, что мы не оставим и клочка неисследованной суши на этом островке. Хорошо, я принесу ваши 600 дублонов. Ух ты, зараза. Еще 600 дублонов ему подавай. Ну все, ребята, я сгонял, забрал дублоны из каюты капитана. И теперь надо поговорить с Радгаром. Будут какие-то задания, Кэп? Я принес тебе и ребятам ваши дублоны. Только не пропейте все сразу. Ха-ха, ну вы сказанули, Кэп. Да, и еще чуть не забыл. Теперь здесь живет прилично народу. И нам надо что-то кушать. Вы видели этих неженок? Они не приучены выживать и кормиться от земли. Помощи от них не будет никакой. Только не говори, что мне придется искать еще и буконеров вам в помощь. Не, зачем? Мы обучим и подготовим самых способных из них к промыслу. Но пока этот чудесный момент не настал, вам придется обеспечить нас едой. Пара тысяч комплектов судового продианта сойдет. Ну и... Центнир лекарств на будущее. Все это сгрузить из кораблей на наш склад на острове. Сделаю. Сколько времени потребует разведка? Закончим разведку через пару-тройку дней. Уже нашли кое-что интересное. Отлично. Как закончим, отправляйтесь сразу. К вечно ржущему костельцу. Этот бесноватый должен сделать выводы из нашей работы. Вижу, вы уже почти друзья. Зайду к нему тогда через три дня. Ну и за работу. Удачи вам всем. Ребят, сейчас, короче, надо таскать просто все подряд. Дублоны были выплачены Радгару. Разведку острова можно считать делом решенным. Ну ладно, разведка будет сделана. Ребят, давайте хотя бы им это, я не знаю. Они же не передохнут, я думаю. Будут какие-то задания, Кэп. Отопри дверь. Я им провианты немножечко, конечно, оставил, ребят. Еще сотню лекарства. Ну, 500 лекарств еще можно. Ром даже им оставил. Так, ребят, это все понятно. Сейчас я пойду, наверное, на, получается, в портовое управление. Надо выкупить один из своих кораблей и просто большими тюками, большими объемами начать вставлять сюда товары. Естественно, то, как я буду закупать, ехать туда-обратно, все в подробностях записывать не буду, потому что на это уйдет, наверное, уйма очень времени. На это надо еще и деньги заработать, чуть-чуть повриплеить. Но посмотрим, как все получится. Самое главное, сейчас мне нужен корабль. Я предлагаю сейчас... Так, где же мой корабль, ребята? Журнал. Корабли в портовом управлении. У меня был отличный корабль испанский Галеон Эль Кассадор. У него хороший вместимый дэтвейт, ребята. Он стоит на Мартинике. Ну, в принципе, мне надо еще и Кабату Бенуа заглянуть. Будет заплатить ему дублончики, чтобы испанцы за нами не следили. Все, ребята, решено. Курс на Мартинику. Ну вот, ребята, мы наконец-то вступили на землю о Мартинике. Первым же делом... Земля нынче в цене. Иди отсюда, я не буду квест выполнять. Подходите! Лучший товар Галоний! Дешевая подзорная труба, плотский карабин. В принципе, я не знаю, зачем мне эти плотские карабины коллекционировать. Но давайте так, ребята. Надо сходить в церковь. Во-первых, надо грехи свои отмывать по полной программе. Но мне нужно Бат Бенуа. Мне нужна ваша помощь. У меня с испанскими властями... Так, нужно 500 золотых дублонов. Хорошо. Хорошо. Все, отдал 500 дублонов. Время течет, вечность неизмерна. Писки пожертвования 5 тысяч. Два раза делаю пожертвования. Я надеюсь, репутация... Хоть Эль Кассадор, кстати, видели, да, Бак? Обыкновенный проходимец. Постепенно, постепенно у меня... Репутация улучшается. Мне это и надо. Я не знаю, там что насчет теракса, ребята. Вообще, не знаю. Но... А давайте посмотрим вообще к тераксу, когда возвращаться-то надо. Февраль. Март. Апрель. Ну, в принципе, еще месяц у меня есть. Поэтому будем заниматься постройкой колонии. Портовое управление, ребята. Мне нужен Эль Кассадор. Я вас внимательно слушаю. Здравствуйте. Я хочу забрать своих кораблей обратно. Эль Кассадор. Да. Так, теперь меня интересует репутация капитана, ребята. А иначе он из эскадры моей уйдет. Негодяй, негодяй. Ну, пока-то ты мне и нужен. Пока ты мне будешь нужен. Ну, так вот, ребята. Сейчас я возле вот Тринидада и Тобаго. Мне надо, ну, во-первых, сделать испанский флаг, ребята. Это во-первых. Во-вторых, надо прибыть на маяк, ребята. Сан-Хосе, Сан-Хосе. Я даже не знаю. Я, наверное, еще и не доплыл до маяка, ребята. Но маяк он прям вообще практически напрямую с Хан... А я не понял, а почему у меня... У меня французский флаг, у меня почему-то не меняется. Вот это непонятно, конечно. Маяк Тринидада. И сразу же выгружаемся. Зачем я сюда прибыл, спросите меня вы. Во-первых, сегодня 5 апреля. Я случайно просто успел 5 апреля прибыть сюда. Но, ребята, товары стратегического назначения. Если вы помните квест под прохождением цена чахотки... А если быть точнее, то вот вот эта серия, которую вы можете найти, ребята, в описании под этим видео. Там есть плейлист у меня. И вот в этой серии, как я уже вам показал, там у меня сказано то, что... Мы можем у Сержио Сальдо купить на маяке за 600 дублонов 60 бочонков. 60 бочонков. А мне-то как раз, ребята, 60 бочонков, по-моему, то и надо. Итак, строительством мне нужно даже 50 бочонков. Ну, чуть больше купим, можно так сказать. И приобрести это можно, ну, у меня до каждого 5-го числа. Так, Сержио Сальдо. Наверное, он здесь. А вот и Сержио. Кто такой? Приветствую, сеньор капитан. Вы пришли за своей партией смол, я полагаю? Так точно, Сержио? Все готово? Да, 600 дублонов при вас. Вот незадача, забыл деньги на корабле. Сейчас принесу. Сейчас принесу, реально. Я думал, он их сам у меня заберет. Так, ребята, дубль 2. Сейчас я взял дублончики, можно нормально... Иди своей дорогой! Да, так точно, все готово. 600 дублонов у вас с собой. Безусловно, вот возьмите ваши деньги. Приятный иметь с вами, Зевелл Капитан. Мои люди помогут погрузить бочонки на корабль. Спасибо. Договор остается в силе. Если желаете купить еще парцию, жду вас через месяц. Хорошо, Сержио, до встречи. Вообще, можно... Эээ, открой дверь, блин. А, надо только после него выходить. Это я понял. Ну что, ребята, я хочу сказать. Я все-таки взял, как вы уже видели, кораблик. Эль Кассадор, тот самый, который двулики Янус мы проходили. И вот этот вот корабль из Испанского Золотого Галеона. Сказать, что прям мощный корабль-крепость, я не могу, ребята. Корабль, как корабль. Просто крепкий и здоровый датвейд. Это единственное, что я могу сказать по кораблю. Ну а так, ребята, мы все товары полностью закупили. Так, давайте посмотрим. Здесь Смолы 60, отлично. И здесь на второй корабль, кстати, Эль Кассадор очень вместительный. Смотрите, одежда, кирпичи, доски, кожа, лекарств закупил и всего прочего. Ну что, ребята, на Исламону сейчас поедем. Точнее, отправляемся на свой остров. И будем уже делать дальше. Пора строить наше поселение. Ну что, ребята, я наконец-то прибыл к себе на остров. Мы привлокли все, что нам надо, ребята. И теперь надо Радгара найти. Я надеюсь, он с разведкой закончил. Радгар, подожди, надо разгрузить корабли. Будут какие-то задания, Кэп? Радгар, хочу пройти на склад. Будь любезен, отопри мне дверь. Итак, ребят, смотрим. Смотрите, 800 досок, естественно, отправляем на остров. Они мне вообще не нужны. Порох, оружие. Ну, знаете, столько оружия на корабле тоже, наверное, не надо, я думаю. Вот так вот оружие выгружаем. Так, по лекарствам. Лекарства пока оставляю, ребята. Ромб. Доски. А я, получается, только доски, получается, на своем флагмане притащил. Итак, ребят, 600 кирпичей надо было 500, но я их привез. 200 досок, чтобы 1000 была. Парусины. Все 400 сразу сгружаем. Так, по поводу провианта, ребят. Ну, вот так вот, 50 центнеров провианта. Пускай кушают, а то сдохнут на этом острове, блин. Так, порох, кожа. 205 кожи, естественно, выгружаем. Одежды купил чуть больше, ребят. Одежда, в принципе, она в свободном доступе, ее купить легко. Оружие оставляем. Порох. Куда столько пороха-то, е-мое? Элькасадор, ты прикалываешься, что ли? 2000 пороха хотя бы на склад просто сгрузить. Куда мне столько пороха, серьезно? Ядра, картечь, всякая вот эта фигня. Но, в принципе, я думаю, все. Так, теперь надо обратиться вот к этому испанцу и поговорить с ним, узнать, что же там у нас разведка. У вас замечательный остров, сеньор-капитан. Ха-ха! Скоро вы его не узнаете. В хорошем смысле слова. Да, капитан, привет, Хеменос. Мои парни облазили весь остров, что скажешь? Сеньор-капитан, дайте нам сначала разобраться с жильем и снабжением. Планы будем строить потом. Жду от вас на складе товару по моему списку. И вот, ваш друг пират тоже ждет провизию и лекарства. Ладно, понимаю, сначала надо построить дома и привести это место в порядок. Товары скоро будут. И для моего друга пирата тоже. Кстати, другу пирату надо как бы сказать то, что я все разгрузил. Друг пират, ты куда убежал? Иди сюда. Так, Радгар, ты и твои люди могут отремонтировать судно. Оставить. А, я не понял, ребят. А что за фигня? А сколько им надо провианта и всего вот этого прочего? Провиант у нас есть. Лекарства я привез. Что же им еще надо? Непонятно, ребята. Непонятно. Сейчас разберемся. Я разберусь и вернусь. Так, ребят, я, в общем, уходил с острова в Порт-О-Пренс, закупился, посмотрел внимательно диалоги и понял, что провианту надо побольше привезти, потому что Радгар просил 2000 именно продуктов. Давайте сейчас еще. Я купил, конечно, дополнительные товары. Будут какие-то задания, Кэп. Отвори мне, пожалуйста, склад, я буду сейчас смотреть. Итак, ребят, провианту, естественно, на корабле на 30 дней. Остальное просто все на остров сгружаю, пофиг, пусть весь провиант лежит здесь. Так, я купил немножко одежды, я потому что посмотрел, что одежда у нас убавилась, пусть будет. Так, ребята, лекарства, 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 630 лекарств. Ну, знаете что, максимальное количество лекарств отдам своему поселению. Оружие, порох, кожа, одежда, кирпичи, доски, парусина. В принципе, все ок. На всякий случай даже можно сохраниться, ребята, и мне нужен Радгар. Он, как обычно, от меня сдриснул, так что я попробую его сейчас догнать. Будут какие-то задания, Кэп. Да, и после того, когда я привез продовольствия как можно больше, после этого у меня открывается, ребята, диалог. Какие-то задания, Кэп. Радгар, проверь склад, а привез медикаменты и провиант. Ух ты, спасибо, Кэп. Теперь у нас есть время подготовить неженок к жизни в дикой природе. Только не сделайте из них пиратов, очень прошу. Спасибо, Радгар. Все, у меня тут еда и лекарства доставлены. Теперь никто не помрет во время строительства. Так, ну, давайте еще раз испанца тогда найдем. Что же он мне на это скажет? Ну, вообще, как бы сказано было то, что 6 месяцев. Стой. О, замечательный остров, сеньор-капитан. Ну, капитан, сделали все, что просил ваш пират. Я решил все вопросы с Радгаром. Разведка острова началась. Провиант и лекарства на складе. Теперь ваш ход. Дайте нам полгода, сеньор-капитан, и вы не узнаете это место. Хочешь сказать, что через полгода тут не будет ни вас, ни поселка, ни материалов? Хм, до встречи. Так, ну, теперь, ребята, читаем. Ну, вот и все, работа закипела. Надеюсь, что таскал все эти доски-кирпичи не зря. Денег и времени было потрачено немало. Так что лучше бы Радгару и Хименесу следующие полгода провести с максимальной пользой для дела. Ну да, ребята, полгода, полгода. Давайте считать апрель. Значит, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. В октябре месяце можно приехать и посмотреть, и удивиться, как же преобразится наша колония, ребят. Но в данный момент пока колония выглядит вот таким образом, просто в джунглях пару куриных насестов, скажем так. И как-то все. Ну ладно, ребята, сейчас Шарль пойдет к своей наложнице в этот дом, пообщается с ней, передав привет, так скажем. А мы с вами, ребята, увидимся уже, наверное, в следующей серии, ребята. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки, колокольчики. Это еще, ребята, не все. Это, как я говорил, еще не конец. Колония только начинает отстраиваться. Я выполнил вот эти задания, которые даются до того, чтобы началась стройка. Далее по колонии будут еще квесты, там, например, расширение колонии, там, защита колонии, там, всего-всего-всего. Но это мы, ребята, будем делать уже в следующих сериях, в следующих прохождениях. В ближайшей перспективе мы все-таки вернемся к Маркусу Тераксу. И мы все-таки будем проходить под черным флагом дальше, ребята. Потому что это, можно сказать, вот, не сюжетка, но очень важный квест постройка поселения. То есть под черным флагом, ребята, продолжаем уже в следующей серии. Пока мы приостанавливаем на полгода движуху с нашим островом, потому что в любом случае его надо строить полгода, тут делать нечего. Даже продукты таскать я не вижу смысла. Мы более, более чем надо даже привезли сюда. Поэтому, поэтому, ребята, просто хочу вам напомнить. Не забывайте, пожалуйста, про мою группу ВКонтакте, на которую я настойчиво у вас прошу подписаться. Также, ребята, комментарии под видео пишите, спрашивайте, будем общаться, всегда всем отвечаю. Мы увидимся, ребята, в следующей серии. Всем удачи, ребята, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok